В Петербурге проходит театральный 17-й детский театральный фестиваль «Орликин». Особенность этого года в том, что проводят его офлайн. Спектакли будут играть на сцене, в зале будут сидеть жюри и участники, а вот смотреть за ходом фестиваля можно только через экран. В программе 18 спектаклей, 9 из которых пройдут вне конкурса на разных площадках нашего города. Посмотреть спектакли вживую отправилась Катерина Семина. Катя, вот на твой взгляд выступать, когда зрителей почти нет в зале, проще или сложнее? Лень, ну мне кажется, что безусловно по зрителям соскучились, но здесь выступают перед членами жюри, поэтому небольшое такое волнение в том числе присутствует. Вот сейчас буквально уже потихонечку готовятся к началу спектакля. Здесь и профессиональные актеры, и актеры из центра «Антон тут рядом», ребята с особенностями ментального развития. Я предлагаю вот буквально несколько секунд урваться, если возможно, с Марией поговорить. Мария, я вас приветствую. Скажите, пожалуйста, о чем истории, которые вы сегодня здесь будете на сцене рассказывать? Мы сегодня будем рассказывать историю о девочке, которая хочет новый мяч. Также будет история про Деда Мороза, который пошел в магазин за пельменями в канунного полгода. Про рыбку, которая хотела попасть в океан. Про мелю, который лежал на печи. Эти истории вы придумали сами, или вы откуда-то их взяли? Мы сами придумывали еще на проекте «Квартира» и под руководством сказочницы Элен, которая живет во Франции. Спасибо вам большое, я больше вас не буду отвлекать. Но вот мы видим, что ребята уже буквально готовятся к началу свой спектакль. Я предлагаю с директором фестиваля поговорить. Я вас тоже, прошу прощения, отвлеку. Скажите, пожалуйста, особенности вот этого фестиваля в этом году. Какие? С какими сложностями столкнулись? Да, особенностей у нас много. Первая из особенностей – мы освоили новый формат. Помимо того, что спектакли у нас смотрят люди вживую, но это ограниченное количество зрителей, потому что люди сейчас не ходят в театр, и они у нас еще до 12 сентября не очень-то и могут ходить в театр. У нас происходит онлайн-трансляция всех спектаклей. Есть прямая трансляция во время спектакля, есть прямая трансляция, вернее, есть предзаписанное видео, которое показывается потом. Вся информация в группах… Я предполагаю, что начинает, поэтому предлагаю вам выйти там поговорить, а оператор как раз может показать. Есть, получается, трансляция онлайн, и есть возможность посмотреть потом? Да, есть онлайн-трансляция спектакля, которую мы смотрим в прямом режиме, а есть предзаписанные видео или видео, снятое на этом спектакле, но, допустим, нету хорошего сигнала интернета в театре, поэтому мы его выкладываем позже. У нас вся информация в группах «Роликина» в Фейсбуке и ВКонтакте, и на нашем сайте фестиваля «Роликин». Абсолютно подробно расписан график всех трансляций. Я думаю, что мы в этом году обретем гораздо больше зрителей, сотня, если не в тысячи раз, чем обычно. Поэтому для нас этот фестиваль открыл новые какие-то возможности для общения со зрителями. Но, конечно, мы ждем общения вживую. У нас уже не за горами и 18-й фестиваль, который должен быть в апреле. Это вот одна особенность, то, что у нас такой необычный формат. Вторая особенность. У нас удивительно сложился этот фестиваль. Он у нас как будто бы адресован подросткам. Дело в том, что у нас фестиваль от нуля и до 16-ти, скажем, то есть все, что считается детским возрастом. А в этом году прямо так отобрали эксперты конкурсную программу, и так мы отобрали внеконкурсную. И специальную программу подобрали таким образом, что просто подросткам и их родителям наша программа – это просто сплошной подарок. У нас и фестиваль будет завершаться двухдневным образовательным семинаром для руководителей театров. Театр и подростки, где ведущие практики театра будут рассказывать о своих проектах. Причем о проектах, которые реально меняют жизнь подростков. Это люди не только из Москвы, из Петербурга, со всей России. Это двухдневный фестиваль, просто вот такой парад лучших проектов для подростков. Мы выложим его затем в наших группах фестиваля «Орликин». Так что, в общем, если… Программа у вас насыщенная, вы растете, развиваетесь каждым годом. Я вас благодарю, спасибо вам большое. Ну и вот сейчас мы буквально в прямом эфире уже увидели начало этого спектакля. Посмотреть трансляцию можно на сайте нашего канала. Леня, тебе передаю слово. Катя, спасибо. Катерина Семина была на прямой связи со студией.